Добрый день! Продолжаем изучать Бермуда Дайан. Мы уже посмотрели Бермуда Меркурий. Шейпмод его же в виде такой вот бочки. Бермуда Коломбан. И Бермуда Стар тоже его шейпмод. Я поначалу хотел рассказать следующим Венеру Бермуда. Чем отличается? Тем, что здесь уже два треугольника разнонаправленных. Но потом увидел, что у меня есть еще два домика. И они оказались попроще, чем Венера. Чтобы сложность хоть как-то нарастала, я решил сначала рассказать про домики, а Венеру уже потом. Вот такая коробочка была у всех Бермуд Дайан. Это большая серия. 8 планет, 2 домика, еще колонна и звезда. Получается 12 головоломок. Но я внутрь не стал помещать. Мне кажется, что не влезет. И скорее всего продавалось вот это в чем-нибудь другом. В чем разница? Ну домики опять это шейпмоды Меркурия. Почему так? Ну потому что треугольник только один. Да, он там на разных цветах. Здесь на белом, здесь на желтом. Где-то был на зеленом. Но суть одна и та же. И появляются какие-то псевдопаритеты. Но основная идея такая же. Хоть внешне не похоже тут вообще Фишер. Ну вот два таких вот домика. С одним треугольником. На вид очень похоже. У одного крыша зеленая, у другого красная. Здесь труба побольше. Здесь труба поменьше. Фасад и там, и там белый с треугольником. Мы сегодня рассмотрим только один, второй в следующий раз. Несмотря на всю схожесть, у них есть отличия. Отличия вполне серьезные. Ну, для начала. Попробуем покрутить. И не крутится. Вот так вот можно покрутить. Запрета нет. Но там, где треугольник, ничего не вращается. Что же здесь? Смотрим. Крыша крутится. Тут не крутится. Тут крутится. То есть две грани из трех возможных уже вращаются. У зеленой крыши в исходном состоянии нельзя сделать ни одного поворота вокруг треугольника. Здесь можно сделать два. Поэтому зеленый мы откладываем. Разберемся потом. И берем с красной крышей. Здесь можно сразу заметить, что напротив гипотенузы треугольника. Бермуда, потому что треугольник. Хотя не все с этим согласны. Здесь бело-сине-оранжевое ребро. Ну, этого достаточно запомнить. Для того, чтобы потом все перемешать. Крыша красная. Ну, это уже там само собой поставится. Потому что для вот этой гипотенузы не всегда понятно, какое ребро ставить. А и приходится потом методом тыка это восстанавливать. Поэтому, если запомнить, какое здесь должно стоять, будет полегче. Ну, давайте попробуем перемешать. Покруг катетов. Все вращается. Можно на 180 поворачивать. И перемешивать. Можно поворачивать на 90 градусов. Передняя грань тоже для вращения доступна. На базе 3х3 сделаны все бермуды. По сути, это бандажи. Ну, не просто бандажи, а вот с треугольными элементами. Которые даже не позволяют делать движение М. Ну, в этом направлении. Так, чтобы у нас вот это размешалось. Нижний слой можно тоже подвернуть. И разбить. И вот это ребро тоже. Так, смотрим, все ли красиво. Нет, нужно еще повернуть средний слой. Вот этот как-нибудь помешать. Главное понять, кто здесь ребро. И размешать. Посильнее. Ну, вот во что-то такое превратилась наша бермуда с красной крышей. Ну, а теперь попробуем собрать. Способов, наверное, много. Я собираю иногда по-разному. Ну, а сейчас каким-нибудь таким в лоб. Чтобы ни одного нового алгоритма не использовать. Синяя и оранжевая поставим первым. Нужно поставить вот сюда. Ну, так, чтобы что-нибудь крутилось еще. Так, не крутится. Потому что что? Что-то не совмещено. Тут сначала нужно понять, кто в центре, кто ребра. Вот на среднем слое. Здесь понятно. Ребра мы сейчас поставим. Уголки визуально вот такие трехцветные, либо вот такие двухцветные. Ребра странные. Центры разные. Так. Как у нас вращается? Так уже не вращается. Поворачиваем. И так не вращается. А как будет вращаться? Вращаться будет вот так. Получается, что центр стандартный. Здесь. Здесь. Здесь не стандартный. Вот такой вот. Он двухсторонний, но все равно красный. Да, ориентировать его нужно только... Ну, либо так, либо так. То есть два положения подходящих. Так вращается. Но нам нужно что? Нам нужно вот сюда. Поэтому повернем вот так. Чтобы вращалось вокруг зеленого. Так, кстати, даже не очень хорошо. Так мы сделаем вот так вот. И поставили сине-оранжевое ребро. Теперь под сине-оранжевый центр подгоним. Если такой найдем. А нас такого-то и нет. Поставим между оранжевым и синим центрами. Да, вот это сине-оранжевое ребро. Здесь вот будет ребро стоять. Это уже не центр. И поставим сюда. Поскольку оранжево-синяя, вот эта грань синяя. Следующая должна быть красная. Бело-красное ребро. Тут уже полегче. Тут уже попроще. Видим, нужно правильно ориентировать. Просто отведем. Вот так вот. Развернем. Здесь уже ориентировать ничего не надо. Нужно просто найти бело-зеленый. И вот это крест. Как на кубике рубика. Не очень похож, но это он. Да, вот эта крыша будет. Дальше можно поставить три угла. По-всякому, по-разному. Здесь, в принципе, галонка позволяет делать это из разных положений. Но удобно использовать вот этот уголочек, где катет и треугольник сходится. Потому что здесь вращается и так, и так. Можно сюда подкручивать нижнюю грань. И с любой удобной стороны вставлять то, что нужно. Ну, давайте что-нибудь найдем. Что-нибудь. Здесь должен быть бело-красный. Нет. Вот такой вот. Да, бело-красный. Но мы его пока ставить не будем. Вот сюда поставим какой-нибудь зеленый. Есть у нас зеленый? Нужен ли он тут? А сюда тоже. Какой? А, белый, зеленый, оранжевый сюда нужен. Вот этот. Так мы его не достанем. Так, достанем. Аккуратненько. Ну и поставим сразу вот сюда. Здесь. Он смотрит вверх. Можем сделать просто три пиф-пафа. Левых только, чтобы вращалось. Не вращается, потому что верхний слой. Да? Ставим его вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. То есть у нас вращается слева. Справа не вращается. Поэтому делаем левый пиф-паф. Ну, либо можно сделать вот так вот. То есть привести к трехходовке. Ну, или к такому уголку. И поставить сюда. Чуть поскрипывает. Дальше. Сюда нужно бело-оранжевый. Так не вращается. Так вращается. Ну, удобно. Правой гранью мы спокойно сюда поставим. Дальше. Сюда бело-синий. Бело-синий не существует. Давайте поставим как надо и поймем, что какой сюда нужен-то. Бело-красный есть? А, нет. Бело-синий существует. Отсюда его извлекаем. И вставляем. Так. Здесь у нас будет вращаться. Если вот так вот подвернуть. Да? И нужно обратный пиф-паф слева сделать. То есть пока ничего хитрого от того, что вы не умеете на кубике 3х3. Сюда бело-красный и сюда бело-красный. Но сюда пока не ставим. Поставим вот сюда. Так. И вот эти вот бело-красные одинаковые. Потом еще желто-красный будет одинаковый. И возможно из-за этого псевдопаритет. Но он сверху легко и решится. Так. Опять белым вверх. Либо делаем три пиф-пафа. Давай три пиф-пафа сделаем. Ну, либо тот алгоритм, который я делала для другого уголка. Так. Теперь как-нибудь вот так подвернем на нужное место. И у нас вот осталось здесь один уголок не собранный бело-красный. Но мы через этот слот сейчас пособираем ребра. Это типа кейхола. Многие так собирают и 3х3. Но эффективно это вот на Бермудах оказалось. Чем это хорошо? Ну, найдем ребро, которое должно стоять здесь. Это просто красное ребро. Вот такое. Если мы подгоним вот сюда вот этот уголок треугольника, то у нас свободно будут вращаться и так, и так. Поскольку угла здесь нет, мы спокойно сделаем слетчхэммер вот такой вот и ребро на месте. То есть 4 хода чуть быстрее. Можно и стандартно делать. Тоже это все возможно. Теперь подгоним куда-нибудь вот сюда. Если у нас свободно. Нет, не свободно. Вот сюда. Зелено-оранжевое ребро. Вот. Совмещаем. И теперь слетчхэммер слева. Да, слот пустой. Все хорошо. Так, дальше. Вот сюда сине-оранжевое нашлось. Подгоняем пустой уголок. У нас вращаются и слева, и справа. Опять слетчхэммер. И что у нас? Остается последний. И вот здесь вот бывает не всегда хорошо в конце ребро. здесь должно быть это уже вот эта труба. Где труба? Вот труба. Длинная, хорошая, красивая труба. И нам нужно, чтобы вот так вот пошло все сюда. Если мы сейчас трехходовкой вот так вот сделаем, то будет и красиво. Ну и можно ее просто по отдельности трубу сюда загонять. Тоже будет нормально. Здесь возможен псевдо-правитет. тогда придется разворачивать вот это вот ребро. Причем развернуть его можно только жертвуя вот этим слотом. А то есть его давайте смоделируем, чтобы не быть голословным. Так. Так. И вот нужно теперь это ребро загнать сюда другой стороной. Как-нибудь вот так сейчас сделаем. После чего уголочек восстановим. Вот у нас пока все плохо. Сейчас я восстановлю вот эту пару и мы получим псевдо-паритет. То есть центр есть и есть нечетное количество ребер. одно либо три. Вот у нас одно надо чинить. И как обычно это делается. Находим ребро, которое симметричное. Оно здесь такое единственное. Только вот это красное. Извлекаем это ребро. Разбиваем на трехходовку. И дальше остается всего ничего загнать как трехходовку сюда. Но треугольник говорит в другой раз. Не сейчас. Поэтому приходится что жертвовать вот этим. Загонять сюда. Ну конечно можно было без уголка. Достоям уголок. Загоняем уже уголок нормально. И восстанавливаем вот эту пару. Сейчас покажу как она по-другому может ставиться. Отсюда можно стандартный для начинающих алгоритм сделать. И вот два слоя готовы. И псевдопаритет ушел. У нас уже галочка. Далее мы решаем почти так же как в трешке. Только рыбка нам еще пригодится. Галка. Значит делаем фронт. обратный пик пав. Фронт штрих. Я сделал это все так удобно но бывает так не всегда. Дело в том что я держу вот этот треугольник вот так чтобы у меня вращалась правая и передняя грани. Большинство алгоритмов можно делать. Но не все. Крестовые ОЛ далеко не все хорошо решаются. Некоторые это можно. Причем вот это можно. Но покажу сейчас общий случай как можно рыбками все исправить. Просто берем так чтобы у нас развернулось что-нибудь. Вот если у нас вертолет нужно глазами взять влево и сделать обычную правую рыбку. И тогда смоделируется еще одна правая рыбка. Итак для всех семи крестовых ОЛ можно что-то такое сделать. Вот у нас уже ОЛ готов. Ну значит остается только расставить углы и расставить ребра. Здесь немножко похитрее. Смотрим что с углами. Ну вот эти два вот эти уголки похоже что стоят на местах. На самом деле это не факт. Они одинаковые их можно поменять. Но мы поверим пока им будем считать что они хорошие. Тогда поменяем два вот этих. Для этого нам потребуется алгоритм ТПРМ. Опять треугольник держим так чтобы было удобно. И глаза ставим слева. Кстати здесь можно сделать и копье если ни одних глаз нет. Но пока делаем ТПРМ. Ивпав Р' Ф Р2 У' Р' У' Р' 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 Ф' ТПРМ подробно показано в методе моем для начинающих в конце видео. Вдруг кто не владеет. Смотрим что получилось. Да в методе для начинающих мы сначала собираем ребра потом углы. Здесь приходится наоборот. На месте на месте. Хорошо. Теперь посмотрим что с ребрами. Это на месте. А эти три надо переставить причем против часовой стрелки. Если бы переставить надо было два то это был бы еще один паритет псевдо. И пришлось бы два вот этих уголка переставить местами. Сейчас я их переставлю. Просто поменяю два вот этих угла местами. Ну вдруг я ошибаюсь. Сделаю ТПРМ. Посмотрим что получится. Здесь визуально не поменялись углы. Ставим. и кажется что надо поменять ну четыре ребра местами. Здесь кстати я собираю ребра рыбками но отлично работает еще алгоритм H-PERM но который для одной руки. R2 U2 R U2 R2 U2 еще раз R2 U2 R U2 R2 U2 сюда и что мы получаем мы получаем необходимость переставить два ребра ну тот самый псевдо паритет. Как чинить? Ну просто поменять обратно вот эти два красных уголка желто-красных ставим оранжевый слева треугольник вот так и меняем эти два теперь ну понятно что верхний слой можно собирать гораздо быстрее просто показываю разный случай так здесь стоит на месте зеленый должен пойти сюда вот этот пойти сюда к коньку оранжевый сюда то есть нам нужна перестановка по часовой стрелке вот у нас перед это правая грани а нужно сзади поставить правильное ребро если перестановка по часовой стрелке нужно сделать правую рыбку а потом левую делаем правую появилась левая делаем перехват теперь у нас это передняя это левая делаем левую ну после чего должно быть все собрано вот такой вот забавный домик со своими особенностями принцип сборки ну похож на меркурии колонну звезду да и на второй домик похож здесь есть свои элементы хотите что-то посложнее то берите уже следующие планеты в следующий раз покажу домик с зеленой крышей а на этом все всем спасибо всем пока